Приветствую! Мы сегодня находимся на выставке Метроэкспо на ВДНХ. И что примечательно, что по ВДНХ ездит такой электробус, на котором мы перемещаемся из метро в наш офис и обратно. И мы решили сегодня пообщаться с Снежаной, заместителем генерального директора компании NextElectro, которую разработали этот электробус. Они сегодня участвуют на выставке, и мы будем общаться с ней о развитии электротранспорта в России и мире. Проект NextElectro, если буду говорить, он начался примерно в 2014-м, начале 2015-го года. В 2015-м году было сделано первое шасси, это было шасси грузопассажирское, оно было изготовлено по проекту Россетей. Это шасси проходило сертификацию, это был первый серийный автомобиль с запасом хода 140 километров. Он у нас до сих пор есть, он у нас стоит на балансе в компании. Потом мы вносили определенные изменения, то есть мы добавили функцию быстрой зарядки. Впоследствии мы расширили запас хода, уже от 140 мы сделали 200 километров, мы нарастили дополнительную батарею. И с 2017-го года мы стали уже собирать электробусы малого класса, соответственно, серийно. Наши одни из первых заказчиков, это был парк Сколково, то есть технопарк. И до сих пор этот электробус там ездит, он, можно сказать, среди электробусов малого класса там единственный до сих пор. А, у них один, да, такой? У них один, но вообще обещали они... Он не экскурсионный, насколько я знаю. Он не экскурсионный, он находится на балансе транспортной компании, которая обслуживает парк Сколково. И возит пассажиров и гостей. Раньше обещалось, что там будет гораздо больше их, это будет зона электрическая полностью. Но, к сожалению, эти планы не сбылись, и на сегодня такой небольшой электробус, он один там. Также нашими заказчиками являются президентский центр, детский образовательный центр «Сириус», который находится в Сочи. У них несколько машинок, там фургон-рефрижератор, автобус для перевозки молодых спортсменов, насколько я знаю, фигуристы-хоккеисты. Среди наших заказчиков есть энергетические компании, они используют наши шасси как бригадную мастерскую для обслуживания своего энергохозяйства. В перспективе у нас карантин и ковид немножечко сместили наши планы. У нас в планах запуск вообще нового шасси и вообще новой модели электрической платформы. Там будет электродвигатель уже на 150 киловатт и запас хода будет 270 километров. Пункция быстрой зарядки идет само собой, потому что все больше в Москве развивается зарядная. Ее достаточно много. Я сама езжу на электромобиле с этого года. О, а какой у вас? У меня машина Audi e-tron. А где заряжаете? Ну, давайте такое пока прям небольшое отступление, вот как жизнь. Я живу недалеко от парка Сокольники и недалеко от меня на улице Электрозаводская есть быстрая зарядная станция на территории МГТС. Все, что для этого нужно, это подать заявку в МГТС электронную, на следующий день приехать в их центральный офис, получить пропуск и право заряжаться. Вот, соответственно, я скачала специальное программное обеспечение на свой мобильный телефон. Когда я подключаюсь, соответственно, я ввожу код зарядки и у меня открывается зарядная сессия. В среднем я заряжаюсь от 40 минут до полутора в зависимости, насколько разряжена батарея. У меня батарея здесь, запас хода 350 километров. Ну, и, соответственно, вы пользуетесь всеми преимуществами бесплатной парковки. Да, я паркуюсь бесплатно по всей Москве. Для меня это имеет большое значение, потому что я часто бываю в центре и, конечно, стоимость 380 рублей за час. И самое главное, иногда не найти такой парковки. А сложно это было оформить? Ну, то есть, или это довольно легко делается в плане... Возможность заряжаться? А именно парковка бесплатная? Парковка бесплатная не оформляется, так как котовой функции нет ни на госуслугах, нигде на сегодня. Но, я думаю, появится. Просто, когда начисляется парковка, она автоматически аннулируется в приложении. Но я хочу больше сказать, хотя... То есть, вы в приложении отметили, что у вас электроавтомобильник? У меня, у ТТС, там есть маркировка. У нас нет в России понятия электромобиль. На законодательном уровне такого термина в законе нет. И у меня... Мы также выпускаем электромобили, электробусы. То есть, класс неопределен. Но все понимают, в ГАИ понимают, что это электромобиль. И, соответственно, вся парковка бесплатная. Ну, соответствующие сервисы могут это отслеживать. Вот. Я очень надеялась и ждала, что все-таки когда-нибудь сложится законопроект возможности двигаться по выделенным полосам, полосам. Потому что это как бы большой стимул, когда ты стоишь в пробке и торопишься куда-то. Это, конечно, большое благо. Ты показываешь, что ты в будущем. Да. Во всех смыслах. Действительно так. Хорошо. Ну, спасибо за ваш такой личный опыт использования. Это всегда интересно, потому что, ну, вот все-таки первые пользователи в Москве. Это, ну, всегда интересен опыт. Теперь давайте вернемся обратно к истории с Next Electro. И когда мы вот впервые видели ваши мини-электробусы, они, ну, очень похожи по дизайну на газ, газель Next. Вот. И мы даже какое-то время в команде, ну, как бы удивились, что это какая-то отдельная компания, оказывается, есть, из которых производят. Мы думали, что это просто вот, ну, как бы подразделение газа, которое производят. Расскажите, почему они такие похожи? Вы являетесь партнерами или как-то вообще все устроено? Ну, отчасти вы правы. Группа ГАЗ для нас является нашим технологическим партнером. Проект Next Electro, электрической версии, скажем так, CMF Next, он был инициирован компанией спецавтоинжиниринг. Он родился благодаря нашей совместной встрече, меня и президента группы ГАЗ Сорокина. Это было очень давно, еще в 2014 году, если я не ошибаюсь. И в рамках этой встречи родилось некое партнерство. И, соответственно, нам дали возможность. На тот момент группа ГАЗ только проходила сертификацию фургона CMF. До этого раньше не выпускалась такая сертификация шасси. Они дали нам возможность сделать это шасси электрическим. Ну, и, соответственно, с учетом того, что электроплатформа была разработана инженерами спецавтоинжиниринг, соответственно, УТТС на электрическую версию CMF Next получила компания спецавтоинжиниринг по результатам всех сертификационных испытаний. Но, безусловно, группа ГАЗ принимала в этом участие, потому что там много штатных систем. Это рулевое управление, тормозная система, она штатная, конвейерская. В перспективе мы до сих пор сотрудничаем, нас многое объединяет. Но с недавнего времени, а именно с прошлого года, группа ГАЗ стала развиваться самостоятельно в этом направлении, именно в направлении собственных электрических шасси. Вот выставка Комтранс сейчас параллельно проходит, и вчера была. Они представили несколько модификаций. Вот мы развиваемся, у нас есть своя миссия, и, соответственно, свое видение, как куда нам дальше двигаться. Мы планируем брать сейчас уже новые варианты шасси. Соответственно, это вызвано, скажем так, потребностями рынка и пожеланиями наших потенциальных клиентов. И, как я сказала, это будет новая электрическая платформа. И я надеюсь, мы многих удивим, потому что там будут использованы последние модификации, все, что касается кондиционирования, отопления салона. То есть это будут самые последние мировые решения в этой области, именно разработанные для электротранспорта. И, соответственно, также мы сейчас ведем совместный проект с одной крупной энергетической компанией. Там будут еще и реализованы опции, все, что касается онлайн-мониторинга электромобиля в движении, сбор информации об эффективности использования, о ресурсах электромобиля. То есть, получается, такие системы телематики уже будут интегрированы. Да, абсолютно так. У нас некоторые системы телематики, так как это электробусы возят людей, здесь повышенные требования безопасности, они реализованы на электробусах ВДНК. Отдельно, кстати, я бы хотела сказать, у нас один из клиентов, с которым мы запустили проект, это крупная международная компания IKEA и их управляющая компания Inca. Мы в декабре 2019 года запустили вместе с компанией Renault. У них два электрических маршрута в рамках их международной концепции Pure Electric и, соответственно, сокращение выбросов в атмосферу. И мы были одним из, скажем так, 10 городов в мире, где присутствует IKEA, которая запустила электрический маршрут. И уникальность, скажем так, этого электрического фургона была в том, что там была использована первая в России электрическая авиабаста. Мы первая в России компания, которая установила электрическую авиабасту на электромобиль и, соответственно, полностью написали к ней программное обеспечение. А этот маршрут, он в Москве запущен? Да, этот маршрут IKEA «Белая дача». Можно, да, познакомиться. Но единственное, у них изменился немножко концепт. Изначально они планировали использовать ее для перевозки, ну, скажем так, мебели. Но автомобиль имеет определенные особенности в конструкции, что создает неудобство загрузки. То есть там сама конфигурация фургона, там есть арочные кольца. И это создает неудобство в погрузке, соответственно, коробок, которые являются нестандартными, не габаритными зачастую. То есть не имеют унифицированных параметров. Поэтому мы в том числе для них сейчас спроектируем другие модификации. Но эта машинка, особенно в период карантина, получила особую популярность, так как многие стали заказывать еду и небольшие товары, посылки, соответственно, онлайн. И эту машину пустили на доставку последней мили, вот именно для интернет-магазинов. Ну, повысили немножко ситуацию, улучшили ситуацию с экологией в Москве. Хорошо, а давайте тогда подытожим, вот какой у вас вообще модельный ряд сейчас. Мини-электробусы, вот какие-то еще модификации. Если вы посмотрите сайт нашего проекта nextelectro.ru, там отражены на сегодня три модификации. Это карго, полностью грузовой фургон электрический. Это шаттл, это грузопассажирский, то есть это двухрядная кабина, в которой могут быть провезено 7 пассажиров и, соответственно, фургон. Это удобно для бригадных мастерских, для машин какой-то технической помощи, когда нужно, как правило, бригады от 3 до 5 человек, безусловно. Это очень востребованная модификация тоже. Ну, и электробусы малого класса, то есть это мы можем перевозить пассажиров до 16 человек, ну, включая водителя. А какие еще у вас есть планы, может быть, по новым модификациям, по новым каким-то форматам? Вот вы упоминали про то, что будет новая модификация. Я не буду говорить, да, именно какой тип шасси мы запускаем, это пока некая коммерческая информация. Ну, оставим это тогда для следующего интервью. Да, да. Вот, ну, я просто хочу сказать, что мы рассматриваем варианты сейчас, соответственно, коммерческого транспорта на 5,7 тонн. Это как бы вызвано реалиями рынка. А легковой транспорт, например? Нет, мы себя не видим в этом направлении, по той причине, что крупные международные концерны, так как Volkswagen Group, Daimler Chrysler, ну, безусловно, всеми любимая Tesla и очень активно и агрессивно даже себя ведут китайские производители, которые сегодня первые в мире в этом направлении. Вот, мы никогда не можем составить конкуренцию, то есть нельзя производить пассажирский автотранспорт с нуля, то есть это конвейер, это огромные инвестиции, как бы мы фактически небольшая компания, вот, и, соответственно, построить с нуля завод, вот, как бы у нас нет ни таких компетенций, соответственно, ни таких инвестиций. Это прерогатива уже, скорее всего, государства даже у нас в стране. А какие, ну, вы наверняка следите за рынком электротранспорта в России и в мире, какие, может быть, компании там на российском рынке вам кажутся перспективными, интересными, может быть, на зарубежном, ну, вот какие-то примеры, если приведете, вот, там, за кем вы смотрите, кто вам интересен. Вообще, ну, опять же, да, последние полтора года внесли изменения в жизнь каждого человека, в том числе в мою. Я до 2020 года очень активно путешествовала и посещала много выставок, связанных с электротранспортом, с e-mobility, то есть это Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен, Ганновер, это выставки в Китае, в Америке, в Японию мы даже ездили, где можно было обменяться, увидеть все новинки. Ну, мы подписаны на много разных международных изданий, в том числе в Bloomberg, но тенденции везде основные, концепции всех крупных автоконцернов, это General Motors, Volkswagen Group, то есть все из них, начиная с 2025 года, уходят в чистом виде от ДВС, например, Volkswagen Group, он уже официально практически ДВС не производит, то есть это в основном гибриды, особенно в Европе это гибриды, и уже с 2025 года они будут до 2030, у них так в концепции написано, они будут повышать процент выпуска в сторону пью-мобилити, пью-электрик. Давайте, наверное, дальше поговорим немножко про Россию в целом. Сейчас мы недавно видели, что приняли концепцию по развитию производства и использованию электротранспорта. Да, господин Мишустин подписал, если я не ошибаюсь, 27 августа, если я не ошибаюсь. Да, прям недавно. Расскажите, принимали ли вы участие в разработке этой концепции, как следили за этим, как вообще это отражается на вашем бизнесе, и как вы видите, какие-то перспективы даст в России? Могу сказать, что прямого участия в написании этой концепции мы не принимали, я ее прочитала, она мне понятна. До того, как она уже стала опубликована? Я видела несколько законопроектов, ну и видела ее финальную версию, которая была опубликована. Значит, считаю абсолютно реальной, то есть там написаны абсолютно реальные вещи, и скажу более, что многие компании, которые и проекты там фигурируют, наша компания в них принимает участие. Это все, что я могу сказать. И практически со всеми компаниями, кто там перечислен, у нас есть соглашение и подписаны идеи. Индеи, если кто не знает, это соглашение конфиденциальности для обмена всякой внутренней, финансовой, и коммерческой, и конструкторской документацией. А вот там содержится такой раздел, который связан с количеством зарядных станций. Насколько я знаю, что ваша компания тоже занимается производством электрозарядных станций. Расскажите немножко про это. То есть вот эта проблема курицы и яйца, с чего на рынке больше транспорта или зарядных станций. Как вы на это смотрите и на что вы делаете ставку? На мой взгляд, эти разговоры ведутся еще, активно ведутся с 2014 года, когда главным оператором вообще развития зарядной инфраструктуры по расстоянию предыдущего председателя правительства, господина Медведева, были определены Россети. И главным лицом электромобильности был Берников Роман Николаевич. Тогда он был первым замом Россети и лично курировал всю эту программу. Таких дискуссий было много. Конечно, конечно, если сделать все по уму, наверное, немножечко, чуть-чуть вперед надо начинать с зарядных станций. С одной стороны. С другой стороны, технологии устаревают очень быстро. И поставив зарядные станции, через год-два автомобили, которые будут выпускаться на той компонентной базе с такими решениями, и мы могут уже зарядной станции отставать. Поэтому, наверное, наиболее правильно развивать эти две сферы параллельно. То есть, в принципе, что сейчас и происходит. В Москве уже порядка тысяч электромобилей на сегодня. Просто есть еще такое приложение международное плакше. Оно тоже у меня установлено. По которому ты нажимаешь, видно все зарядные станции, которые находятся на ближайшей территории. Ты можешь получить там всю информацию, рабочая она, нерабочая. Отзывы, наверное. Платные, бесплатные. Фотографии, отзывы людей. Хорошая станция, плохая. В закрытой она зоне или в открытой. Как не подъехать. Платная история, неплатная. Сколько стоит киловатт-час. На самом деле, все очень удобно. Здесь косность сознания человека. Многим говорят, нам неудобно. У них сомнения. Ну, как бы страхи порождают сомнения. На самом деле, для нас нормально. Фактически, каждый день или через день ездить на заправку и заправляться. А здесь нужно, фактически, находясь в мегаполисе в Москве, заряжаться достаточно раз в неделю. Или вообще, если есть такая возможность, приезжать домой, ставить на зарядку, как мобильный телефон, электромобиль. Ну, что стало уже, да, в целом. Что стало нормой. Вот я приезжаю на дачу, у меня там переходник, я к обычной зарядке домашней подключаюсь, иду домой, в обед выхожу, ее отключаю, она у меня полностью заряжена. Не создать никаких проблем. Тем более, ночной тариф. Киловатт-часа практически в 4 раза дешевле дневного. Это очень экономически выгодно. А вот, кстати, бы хотел сказать, такая ситуация с развителем электротранспорта, это даже для некоторых городов и модногородов, где, например, присутствуют атомные станции, это вообще является панацеей. Я делала один проект на территории Ленинградской атомной станции. Мы пытались запустить там электрические маршруты и все пассажирские перевозки, потому что, например, у атомной станции у нее скапливается очень много электроэнергии. И в ночное время атомные станции выбрасывают в холостую электричество, понимаете? Они теряют это, прямые потери. А так бы они взяли целый город, заряжали, они бы на этом не просто выбрасывались в деньги все это, а это бы электроэнергия питала, соответственно, транспорт, и городской пассажирский транспорт, и коммерческий, и как бы отдельных людей, домохозяйств. Это было бы всем выгодно, выгодно людям, потому что это дешево. Это бы выгодно было этому региону, потому что резко бы улучшилась экология, сама обстановка. Ну и, соответственно, это было бы стало выгодно Росатому, так как бы они стали на этой истории зарабатывать. То есть вот в концепции, которую подписал господин Мишустин, там Росатому уделено отдельная история. Они не так давно, в марте этого года, приобрели завод в Южной Корее по производству ячеек, и у них концепция, это и есть, что они это будут развивать на территории Российской Федерации, эти решения внедрять. Там все это написано. Это, конечно, очень перспективно. Но это такая глобальная концепция, которую нужно делать с разных сторон. Если целиком концепцию воплотить, это будет всем очень выгодно. Вот мы говорим экология, выбросы. А кто вообще говорил, например, о шумовом загрязнении? Всем понятно, что любой крупный бюлгополис, как Москва, он очень суетливый, люди устают. Устают в том числе от шума. Вот я живу, у меня за окном двойной стеклопакет, а я постоянно слышу шум. Плюс рядом реконструкция метро длится 3 года. И они до 11 часов постоянно там шумят тоже. И вывезут машины. А электрический транспорт, он бесшумный. Он не создает шума. Вот вы даже не представляете, что такое счастье и удовольствие ездить в абсолютной тишине. А я как-то вот однажды, ну, тоже вот вышел с утра на балкон, я живу в центре, и, ну, довольно часто, как бы, мимо проезжая транспорт, ты к этому привыкаешь. А тут я вышел, и на дороге нет ни одного автомобиля, и тут я слышу, как бы, такой на фоне полной тишины грохот. Я думаю, ну, как бы, странно, посмотрю, что это едет. Это ехал просто самый обычный автомобиль. Это никто не оценивает, но это тоже плюс электротранспорта. Это существенный плюс. И когда, с одной стороны, крупный мегаполис и много транспортных средств, но будет тихо, и не будет шума излишнего, это тоже хорошо. Ну, выглядит очень приятно. Да, видно и привлекательно. Ну, что, у меня осталось последние два, наверное, завершающих вопроса. Один про Россию еще раз, да, поскольку вы работаете на этом рынке. С какими, может быть, вы сталкивались с сложностями? Чего вам не хватает? Какие-то ограничения, может быть, с которыми? Или вот вы хотели, чтобы как-то, ну, что-то развивалось бы здесь активнее? Ну, в нашей сфере нет каких-то существенных, скажем так, сложностей, которые бы не касались других сфер, связанных с разработками или научно-какими-то техническими решениями. Наукоемцами, да. Да, ну, первое, достаточно сложно, скажем так, для любого стартапа, который стал производить, изобретать что-то новое. Это, конечно, значит, сложно получить финансирование. Мы до сегодняшнего момента этот проект окупаем за счет собственных средств, как бы, и полностью его финансируем. То есть вы фактически все еще являетесь стартапом в таком смысле? Мы уже давно не стартап, потому что мы уже вышли на серийное производство. Но объем этого производства достаточно невелик, поэтому, если оценивать по финансовым показателям, то у нас можно сказать, что мы до сих пор еще не вышли, не вылупились из состояния стартапа по уровню выручки. Это, с одной стороны, как бы сложность финансирования, да, очень все сложно, зарегламентировано, много всяких регламентов. Но самый важный момент о том, что у нас рынок электромобилей, он фактически еще на нулевом уровне. Конечно, в популяризацию электротранспорта внес, скажем так, существенную лепту наш Мосгуртранс и департамент транспорта Москвы, потому что уже на сегодня в Москве порядка 700 электробусов, их будет практически тысяча. Ну, фактически, даже выходя на улицу, то постоянно видишь электротранспорт. Для них электробус, электромобиль, зарядная станция тоже стала естественной. Это уже никого не удивляет, никто не бегает с телефоном, ничего не фотографирует, что это электробус. А вдруг он остановился зимой. А их просто в какой-то момент стало, ну, типа, очень много. Очень много везде. Ты выходишь из дома электробус, выходишь из электробуса. Просто ты даже не успеваешь их сфоткать, потому что, ну, типа, их стало просто слишком. Да, да, и везде зарядные станции, и вот эти ультро-быстрые зарядные станции, и там медленные 22 киловатт. То есть это уже стало, как бы, частью нашей жизни, по крайней мере, в Москве. Это для нас привычно, ничего особенного это не вызывает. И, соответственно, это вызывает интерес живой и со стороны обычных потребителей, вот, как рядовых людей. Но в любом случае область, в которой мы сейчас развиваемся, это коммерческий транспорт и небольшие электробусы. Спрос есть, но он точечный, и он небольшой. К нам обращается огромное количество крупных компаний, там, корпораций в том числе. Но всё это из разряда тестовых маршрутов. И все проекты получаются национально индивидуальные. У нас нет ни одного проекта, ни одного электромобиля, который бы был какой-то, скажем так, универсальной комплектации или исполнения. Они все имеют особенности, все. Потому что у каждого заказчика свои пожелания, и так как фактически мы работаем как индивидуальное бюро выпуска электромобилей под конкретного заказчика. И вот у нас сейчас порядка 15 проектов, которые проработки, и все они носят уникальный характер. Ну, кажется, наверное, это такое, с одной стороны, ограничение, с другой стороны, преимущество тех, кто первопроходцами на рынке является. Потому что, чтобы разработать какой-то универсальный стандарт, нужно сначала посмотреть, кому какие нужны отдельные задачи. В самом начале интервью вы упомянули про миссию, и, наверное, миссии хотелось бы закончить с точки зрения того, что узнать, как вы видите дальнейшее развитие компании, и вот относительно чего вы формулируете миссию, как она для вас сформулирована? Скажем так, апрель 2020 года заставил нас задуматься. А вот у нас было время немножко остановиться и подумать. Поэтому мы максимально диверсифицировали нашу деятельность в прошлом году. Мы видим на сегодня три направления в рамках проекта NextElectro. Это, соответственно, продолжать выпуск, естественно, электрических шасси и электробусов. Как я сказала, линейку мы будем расширять, менять платформу, переходить на более уже, скажем так, современную и более прогрессивную. Второе, мы в 2020 году запустили сборку и проектирование накопителей энергии и тяговых аккумуляторных батарей. На сегодня мы исполнили уже несколько очень хороших проектов в этом направлении. То есть все батареи, которые на электромобилях, они спроектированы и произведены нашими специалистами. Мы работаем с разной химией. Это и НМС, и ЛТО, и ЛФП под разные проекты мы делаем индивидуально. Мы проектируем батареи не только для себя, но и для других заказчиков. Это и низкопольные электробусы, это специализированные машины для перевозки грузов, работающие в тяжелых условиях в ЦК. Это, соответственно, складская техника. И даже есть такие проекты, как электролокомотивы, пригородные электрички и, соответственно, карьерные самосвалы. Да, мы в этом направлении тоже двигаемся. Ну и третье направление – это зарядные станции. Могу сказать, вообще, как в мире развивался этот рынок, и в России очень наглядно. Я посещала много выставок ежегодно, и с каждым годом больше всего экспозиции это были производители и пастачки зарядных станций. Сколько я видела разных модификаций, это просто сумасшествует. Любых конструкций, то есть исполнение, решения, они светятся по-разному. Но мы себя определили, что в первую очередь нас интересуют ультрабыстрые зарядные станции. То есть это все, что свыше 150 кВт. И особенно зарядные станции, которые для больших электробусов и электролокомотивов. Вот в этом направлении мы двигаемся, и выставка, на которой мы находимся, здесь на экспозиции как раз одна такая модификация представлена. Ультрабыстрые зарядные станции на 300 кВт. И мы, соответственно, планируем в том числе развивать это направление. Спасибо вам за интервью. Благодарю, что пригласили. Очень было интересно и приятно послушать. Да, спасибо. И очень рада, что вы пользуетесь нашими электробусами. Нам очень приятно. Надеюсь, что они не доставляли вам сильных хлопот. Нет, только приятные впечатления. Спасибо большое.